История в лицах Дело в том, что ранним утром, 11 апреля 1919 года, а именно 100 лет назад, как вы уже поняли, английский британский военный крейсер суперсовременный Мальборо отплыл от берегов Крыма, направляясь в Константинополь. На его борту были вдовствующая императрица Мария Федоровна, вдова императора Александра III и матушка Николая II, великая княгиня Ксения Александровна со своими сыновьями и читай Юсуповых, старших, князь Феликс Юсупов с супругой Ириной Александровной, с дочерью княгиня Аболенская, адмирал Вяземский и другие, всего 70 человек. Вот вся эта русская знать, как говорят французы, крэм дю крэм, то есть сливки сливок русской знати, русской аристократии, на британском корабле Мальборо взяли курс на Константинополь 11 апреля 1919 года. В том числе Феликс Юсупов, младший Феликс Юсупов, потому что отец его тоже был Феликс Феликсович, это был Феликс Феликсович младший, знаменитый Феликс Юсупов, красавец, бонвиван, плейбой, обаяшка безумный и человек, который вошел в историю тем, что он убил Распутина. Вот именно Феликс Феликсович Юсупов, младший, женатый на племянница императора Николая II Ирине Александровне, он и будет сегодня героем нашей встречи, нашего повествования. Человек, я повторяю, очень неординарный. Он вспоминает, а он написал несколько книжек воспоминаний, мемуаров, он вспоминает, что когда от Ялты отчалил военный британский корабль, Вдовствующая императрица, долго смотрела в бинокль на Крымский берег Мария Федоровна, в бинокль, который по ее просьбе держала ее внучка, жена Феликса Юсупова, Ирина Александровна. Потом она пошла к себе в каюту. Кают было немного на крейсере Мальборо, только для пожилых людей, а вся остальная русская знать, где как, кто на тюках, кто на полу, кто на чем, в гамаках, какие-то случайные места для пребывания на корабле, на палубе. По просьбе друзей Феликс Юсупов взял гитару и запел цыганские песни. Открылась дверь, из которой вышла императрица Мария Федоровна, она посмотрела на происходящее, кивком попросила Юсупова продолжить. Юсупов посмотрел на нее и увидел, что глаза ее полны слез. И дальше он пишет, впереди над Босфором село солнце во слепительно синем небе, позади черные грозовые тучи опускались на горизонт, как завеса на прошлое. Так русская аристократия уехала из России, уехала в эмиграцию, чтобы никогда не вернуться. Вот эта вот сцена, драматическая сцена, когда вдовствующая императрица, вдова Александра III и матушка Николая II, во главе сливок русской аристократии, едет на британском корабле в Турцию. Князь Юсупов на гитаре исполняет, под гитару исполняет цыганские песни. Вообще цыганщина была очень популярна среди русской знати, достаточно вспомнить «Живой труп» Льва Николаевича Толстого. Цыганские романцы слились с русскими, и вообще эта культура была очень популярна до самого последнего времени. Сейчас, наверное, немножко как-то она отошла в тень. Поэтому русский князь, который исполняет под гитару цыганские песни, это нормально. Вот будем говорить о Юсупове, который, повторяю, прежде всего вошел в историю тем, что он убил Распутина, но интересен он был не только этим. Много еще чем. Я вам скажу, чем он был прежде всего интересен. Помимо своей личности, о которой мы будем говорить, очень увлекательный, очень, я повторяю, обаятельный, очень харизматичный, был такой случай. А может быть, это легенда, а может быть, ее придумал сам Феликс Юсупов, кто его знает. Хотя он, в принципе, не нуждался в том, чтобы сочинять мифы о себе самом. Он был настолько популярен, особенно после убийства Распутина, о котором мы поговорим. Он был настолько известен, он был настолько звезден, что придумывать про себя еще какие-то легенды, он просто не было необходимости. Хотя в силу артистизма своей натуры и мог. Так вот, он говорит, после убийства, уже убийство Распутина произошло в декабре 16-го года, а речь идет уже о конце февраля, после февральской революции, о конце февраля 17-го, после февральской революции. «Однажды матушка, — говорит Юсупов, — позвала меня к себе. О матушке мы поговорим отдельно. Это блистательная княгиня Зинаида Николаевна Юсупова. Так вот, пришли мы с Ириной и застали у нее дядю Михаила. Это Михаил Владимирович Радзянко, представитель Государственной Думы, один из крупнейших государственных деятелей того времени и родственник Юсупова по линии своей жены. «Завидев меня, Радзянко встал, подошел и спросил сходу, — Москва желает объявить тебя императором, что скажешь?» К Михаилу Радзянко вскоре присоединились великий князь Николай Михайлович и адмирал Колчак. От них Феликс услышал, проклятый февраль 17-го. «Русского престола добивались не наследствованием или избранием, его захватывали, пользуясь случаем. Тебе все карты в руки, — сказала ему Радзянко, — России нельзя без царя, но к Романовской династии доверие подорвано, народ более не желает их». Князь Юсупов, по его словам, дал отрицательный ответ, а потом про себя подумал. «А ведь мне это предложили, потому что я убил Распутина. Я, убивая Распутина, пытался спасти монарха, спасти монархию, и теперь мне предлагают захватить престол». То есть, иначе говоря, при другом своем отношении к происходящему, при других амбициях, при другом честолюбии, князь Феликс Феликс Юсупов мог стать русским царем. И в этой связи я вам задаю вопрос, дорогие друзья, прежде чем мы начнем уже более подробно говорить об этом живописном персонаже, а вопрос такой, как вы считаете, вот вы как считаете, приняла бы Россия Феликса Юсупова в качестве императора или не приняла? Я думаю, что, может быть, вы можете отвечать не сразу, а послушать, что я вам буду рассказывать о нем, поскольку это может изменить ваше мнение в ту или иную сторону. Впрочем, как желаете, можете отвечать и сразу. Итак, приняла бы Россия Феликса Юсупова в качестве государя императора? Если да, приняла бы, то ваш номер 8-800-700-93-51, если нет, не приняла бы, то 8-800-700-93-52. Я включаю голосование. И начинаем свои дозволенные речи о Феликсе Юсупове. Из потрясающей семьи. Его отец, князь Феликс Юсупов-старший, до женитьбы на Зинаиде Николаевне Юсуповой граф Сумароков Эльстон, потомок замечательного русского поэта и драматурга Сумарокова, праправнук Михаила Ирёновича Кутузова и праправнук, правда, незаконно рожденным был, его дед, прусского короля. То есть в крови отца Юсупова, а значит и самого Юсупова, была кровь и Кутузова, и прусского короля, и Сумарокова русского поэта. Вот такой человек. Он был генералом военным, человеком, по мнению его близких, может быть, не самым в мире далеким, не самым в мире утонченным и умным, но достойным, честным, прямым, смелым, таким настоящим русским аристократом. Исключительной женщиной была мать Ферикса Юсупова. Она была из вот этого вот замечательного Юсуповского рода, который по легенде, ну, кстати, открытая часть предков, такая более-менее известная, восходила ко временам Ивана Грозного и к одному из крупных татарских мурз. А такая более закрытая, но никем не опровергнутая легенда стоит в том, что предком Юсуповых был Али, племянник пророка Мохаммеда, культовая фигура в исламском мире, родоначальник шиизма, одного из двух основных направлений в исламе. И это давало Юсупову всегда какой-то совершенно потрясающий ореол, потрясающий образ в глазах мусульман. Он описывает случай, когда он уже в эмиграции обедал с неким богатейшим раджо индийским, мусульманином, шиитом, который не мог сидеть в его присутствии и пытался прислуживать ему за столом, поскольку он был потомком Али. Вот такой род. Зинаида Николаевна, которая, в общем, была далека от пророка Али, была просто очень красивой, безумно красивой, посмотрите, кликните, княгиня Зинаида Юсупова, очень красивой, очень умной, очень образованной, блистательно одаренной русской аристократкой. К ней сватались представители замечательных родов европейских. Ее отец и дед видели ее, возможно, на троне, но она была не столь честолюбива, она полюбила вот этого вот графа Сумарокова Эльстона, честного, красивого, военного, внешне, кстати, иностранный похож, как ни странно, только ростом гораздо выше, а лицо, усы, так, можно спутать иногда в темноте, наверное, если фотографии две поставить рядом. Так вот, она вышла за Сумарокова Эльстона, может быть, потому что она его полюбила, она его полюбила, и у них была замечательная семья, замечательный брак, напряжение всей жизни, любящие люди, преданные друг другу, выхаживавшие друг друга в тяжелые минуты, а эти минуты и часы, и годы были, потому что у них погиб на дуэле старший сын, Николай, старший брат Феликса. Потом тяжелые годы в эмиграции. Так вот, она выбрала Сумарокова Эльстона, а может быть, потому что она прочла в его глазах, или при уме своем большом поняла, что он на ней женится по любви, а не из-за ее богатства. А богатство ее было потрясающее. Семейство Усуповых было богаче царской семьи. Невероятное состояние, невероятное земельное богатство. Дворцы, помимо знаменитого Архангельского, а я напомню, что Архангельское под Москвой, любимое место москвичей, это усадьба Юсуповых, в которой они жили и летом, и часто, и зимой. У них был дворец в Москве, который был построен при Иване Грозном, теми же архитекторами, бармой и постником, которые построили храм Василия Блаженного, вот так, на минуточку, в Харитонинском переулке. Посмотрите, он стоит, этот дворец. У них был замечательный дворец, и он до сих пор стоит на Мойке в Санкт-Петербурге. Архангельское. У них несколько имений в Крыму, в том числе знаменитое имение Крииз, которое потом прославилось, тогда оно было известно как дворец Юсуповых, а позже, дорогие друзья, в 1945 году, оно стало известно еще на весь мир тем, что во время Ялтинской конференции именно в имении Крииз, бывшем имении Юсуповых, остановилась советская делегация во главе со Сталиным. Зинаиде Николаевне принадлежали лучшие в Европе драгоценности, потрясающие, в том числе там потрясающие жемчуга, прославленная в веках жемчужина Пелегрина. У нее в чашах, по воспоминаниям современников, в хрустальных чашах во дворце в Санкт-Петербурге просто так были небрежно, небрежно для красоты лежали груды драгоценных камней сапфиров, рубинов и изумрудов. Они несчитанные, просто вот-вот несметные богатства. При этом она не была ни скупердяйкой, ни расточительницей. Она знала счет деньгам, но она занималась очень активно благотворительностью, очень активно. Активно занималась ей во время Первой мировой войны, активно занималась и в мирное время. В частности, ее именем сначала был назван Римский зал Пушкинского музея, поскольку она вложила в него огромные деньги, по тем временам 50 тысяч рублей, по тем временам 50 тысяч рублей, это много миллионов в нынешних деньгах, очень много миллионов. Вот такая семейка, в которой родился в 1887 году юный князь Феликс Феликсович Юсупов. В этой семье он рос в нежности, в любви и ласке. Очень любили родители, очень любил он их. Есть переписка, она сохранилась, когда очень нежная переписка. Прежде всего, он был мамин сын, не маменькин, мамин. Это разные вещи. Он был ближе с матерью, потому что отец был часто в полку, отец был генерал. В 15-м году его назначил государь-император, фактически командующим московским гарнизоном. И это была очень крупная должность. Он был генерал-майор, командующий московским военным гарнизоном. Это была война. Во время войны командовать московским гарнизоном, это была очень ответственная задача. Мы поговорим сегодня об отношениях Юсуповых с царской семьей. Отношения были очень непростые. Этот Феликс Феликсович старший Сумароков-Эльстон получил разрешение, женившись на княгине Юсуповой, называться сам князем Юсуповым. Кстати, что достаточно существенно, потому что княжеская князь, это было выше, 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 фактически самая высшая знать в русской империи, поскольку это природно-русское наименование знати, и все остальные уступали, они были, все остальные были достаточно, были и народные, в том числе графы, а князь, это было самое природное, самое древнее, и самое почетное, поэтому стать князем это было важно. Отношения с царской семьей были сложные, а сложные они были по ряду причин. Главная из этих причин состояла в, мы подходим к теме, главной теме, которая прославила Феликса Феликсовича Юсупова, а именно тема, связанная с Распутиным. Мы подходим к этому. Разве Юсупов не татарин был, задают мне вопрос, замечательный вопрос, но в том числе и татарин, если он был из татарских Мурс, так значит в нем была и татарская кровь, разумеется, в том числе, я об этом сказал. А что это меняет? Очень многие представители русской знати имели и татарскую кровь, и литовскую кровь, и польскую кровь, и какую угодно кровь. Русские цари имели очень мало непосредственно русской крови. А что такое русская кровь вообще, дорогие друзья. Посмотрите на портрет Ивана Грозного. Как-нибудь нажмите, кликните на его физиономию. На кого он похож? Кровей там было много. Русский, последний царь Николай Второй, канонизированный русской православной церковью, был женат на природной немке с английским образованием. Мать у него была датчанка, а отец в значительной степени на 90% немец. Ну и что теперь делать? Он все равно был русский князь. Поэтому все эти разговорчики насчет того, кто там был, кто этнический, это детский лепет, глупости. Русская знать, русская аристократия, русские цари, вот кто были эти люди. Так вот, в том, что касается Распутина, поссорились наиболее знатные, влиятельные и красивые женщины в русской элите. Я напомню, что Александра Федоровна, царица Алекс, была в очень теплых отношениях с Распутиным. Я повторяю, теплых не значит близких в интимном смысле. Этого не было. Но она, как писал французский посол Морис Палеолог, очень проницательный человек, царь и царица услышали в многословном красноречии Распутина, как им показалось, голос русского народа. Они поверили ему. Кроме того, он имел какие-то медицинские, по-видимому, дарования Распутин и приводил в себя их больного ребенка, наследника Алексея. Потому что я напомню, что у царя и царицы было четверо красавиц дочерей, которые все потом погибли в 18-м году. Их всех страшно, зверски убили в Екатеринбургском подвале вместе с родителями. и с мальчиком. И мальчика, младшего Алексея, который был больным, у него была несвертываемость крови. И он страдал. И Распутин каким-то образом приводил его в чувство, приводил в порядок. Вот они ценили Распутина, верили ему, в то время, как значительная часть русской знати считала, что Распутин производит на царскую семью ужасающее впечатление. И среди этой знати были Исуповы. Кроме того, матушка царя, упомянутая мною Мария Федовна, считала так же. Сестра царицы, великая княгиня Елизавета Федовна, тоже красавица и умница, тоже канонизированная впоследствии после своей такой же трагической гибели русской православной церкви, основательница Марфа Мариинской обители в Москве. Так вот, вдова убитого эссером Каляевым великого князя Сергея Александровича. Так вот, Елизавета Федовна тоже была противницей Распутина. И Зинаида Николаевна Юсупова, подруга и соседка по имениям Елизавета Федовна. Юсуповы жили в Архангельском, под Москвой, а дальше Ильинское. А Ильинское это было имение как раз Сергея Александровича и Елизаветы Федовны. Они там жили, соседствовали. Вот все они ненавидели Распутина. Пытались убедить царицу в том, что нельзя ему доверять. Царица не верила. Царица была женщина умная, твердая, упрямая и в своих симпатиях и антипатиях стабильная. Ненавидел Распутина и юный князь Юсупов. Вы знаете, вообще у него была очень сложная юность. Он переодевался девушкой. Ходили слухи о его бисексуальной ориентации. Он мог переодеться девушкой. Его старший брат Николай еще пока был жив. Он был в романе с некой актрисой Полиной. Полина раскрашивала Феликса, младшего брата Николая. Переодевала его барышней. Он был очень красив, как молодой человек. и у него был такой тип красоты, тоже нужно посмотреть, есть его портреты, что он был красив, как молодой человек, и красив, как девушка, когда переодевался девушкой. Производил сильное впечатление на господ офицеров, которые на него клевали, ухаживали. Он в последний момент крутил динамо, как было принято говорить в моей юности. Значит, избегал. Ему это нравилось. Вообще, говорить о том, что он был бисексуал, может быть, не приходится. Он сам смеется над этим и говорит, вот сейчас я вам зачитаю фрагмент из его мемуаров, что он говорит о своей ориентации. Он говорит следующее. Вот эта игра в переодевание веселила меня и листила самолюбию, ибо женщинам нравится я мал был, зато мужчин мог покорить. Впрочем, когда смог я покорять женщин, проявили свои трудности. Женщины покорялись, но долго у меня не удерживались. Я привык уже, что ухаживают за мной, и сам ухаживать не хотел. И главное, любил я только себя. И ни за кого мне нет дела. Часто говорили, что я не люблю женщин. Неправда. Люблю, когда есть за что. Иные значили для меня очень много, не говоря уже о подруге, составившей мою счастье. Он имеет в виду Ирину Александровну, свою жену. Но должен признаться, знакомые дамы редко соответствовали моему идеалу. Чаще очаровывали и разочаровывали. По-моему, мужчины честнее и бескорыстнее женщин. Это мнение князя Феликса Юсупова, которого я на самом... Этого мнения я на самом деле не разделяю. Так вот, гулял он просто по-черному, говоря современным языком. Гулял в Москве, гулял в Лондоне, когда учился в Оксфорде. Совершенно потрясающе. И переодеваясь девушкой, и не переодеваясь девушкой. Однажды он даже, переодевшись девушкой, покорил британского короля, который попробовал за ним ухаживать. Ну, фантастика. Скажу еще одну вещь про позиции жизненные молодого Феликса. Интересная вещь. Я скажу об этом, наверное, после короткого перерыва, который сейчас последует, потому что это связано с его отношением к еврейскому вопросу. Это важная тема, и я бы хотел на ней чуть-чуть остановиться, дорогие друзья. Итак, речь идет о Феликсе Феликсовичу Юсупове, и я задал вопрос, мог ли он быть, приняла бы его Россия в качестве российского императора. Если приняла бы, то 8 800 700 ровно 93 51, если нет, то 8 800 700 ровно 93 52. Не уходите далеко, говорим о Юсупове. История в лицах. История в лицах, дорогие друзья, у микрофона Николай Сванидзе, мы говорим о князе Феликсе Феликсовичу Юсупове, убийце Распутина. Я рассказал историю со слов Феликса Юсупова о том, как ему в конце февраля 17-го года было сделано предложение. Повторяю, непроверенная информация, но вранья у него немного. Есть некоторые фантазии в его выступлениях, но такие умеренные. А тут, в общем, короче говоря, не знаю, на ваш суд, он это пишет, что ему Родзянко Михаил Владимирович, один из крупнейших государственных деятелей того времени, великий князь Николай Михайлович, и адмирал Колчак сделали предложение стать русским царем, и он его отверг. Вот в этой связи, независимо от того, правда это или нет, а я не исключаю, что это правда, потому что время было смутное, и могли быть разные идеи на этот счет, так вот, в этой связи я вам задал вопрос, приняла бы или не приняла Россия Феликса Юсупова в качестве русского царя? Если приняла, то ваш номер 8 800 700 ровно 93 51, если бы не приняла, то 8 800 700 ровно 93 52, а на самом деле не такой смешной вопрос, как может показаться кому-то. Популярнейшим он был после убийства Распутина, о чем мы сейчас с вами поговорим, причем популярнейшим в самых разных слоях общества, а уж в элите русской, тем более, кстати, насчет элиты, где-то задают вопрос, напоминаю, телефон для ваших смс плюс 7 903 797 6333, и вот как раз мне задают вопрос, в чем разница между русской знатью и нынешней элитой? Знаете, русская знать была разная, нынешняя элита тоже, но я бы сказал так, главное отличие, на мой взгляд, в том, что русская знать не считала себя временной, они не считали себя временщиками, и потому они считали себя в ответе за Россию, это несомненно. Значительная часть нынешней элиты, в общем, живет одним днем, быстро урвать, а дальше трава не расти, это так, к сожалению, это не свойство демократии по сравнению с монархией, это свойство просто нынешней страны по сравнению с той страной. Мне советуют предложить вам взглянуть на портрет Феликса Кисти Серова, да, великий русский живописец Валентин Серов очень любил писать в Архангельском всю семью Юсуповых, у него есть, в его кисти есть портреты Феликса Младшего и Феликса Старшего и княгини Зинаида Николаевны, посмотрите на эти портреты, хороший, хороший совет. Валентина из Сочи мне пишет, ой, как трудились денные ночи, но не покладая рук, заработали несметное богатство. Герои соцтруда дадим, Валентина, им не нужен герой соцтруда, они в гробу видали, это ныне полузабытое звание, им и без героя соцтруда они себя чувствовали вполне уверенно, уверяю вас. Так вот, возвращаемся к Юсупову, я обещал сказать, я обещал рассказать о его взглядах, потому что он пишет об этом многократно, я не хочу на этом останавливаться долго, но пройти мимо этого тоже не готов, он пишет матери из Лондона, что ему тут к нему очень хорошо относятся, и в ресторане предоставили отдельный столик, что замечательно, потому что раньше ему иногда приходилось делить столик с жидами, и это было очень неприятно. Я вынужден произносить это слово, потому что это прямая цитата. Это слово уже тогда имело оскорбительный оттенок, это уже тогда, в начале XX века это слово было ругательным, а не просто наименованием национальности, как в польском и украинском языке, и долгое время в русском. Поэтому, употребляя это слово, Феликс Юсупов, очень образованный и умный парень, знал, что, какое именно слово он употребляет. Вот русская знать, а я повторяю, Юсуповы, это сливки русской знати. Русская знать болела антисемитизмом, это надо признать. Это слишком большая тема для того, чтобы сейчас ее подробно обсуждать, время от времени я к ней возвращаюсь, потому что в истории, в том случае последнего столетия, эта тема достаточно острая. И надо сказать, что вот это отношение к данному вопросу русской знати и царя с царицей, которые тоже отличались этой болезнью, они болели этим, в значительной степени стало причиной, одной из главных причин падения русской монархии, потому что вот именно антисемитская, вообще ксенофобская это относилось не только к евреям, но также к кавказцам, к полякам, к финнам, ко всем инородцам так называемым, но прежде всего к евреям. Вот эта политика русского трона, она усилила национальные противоборства в стране и привела молодежь из национальных окраин, и в частности этническую еврейскую молодежь в революцию, и вот эта пассионарная, готовая умереть, готовая жертвовать собой, увидевшая унижения свои, увидевшая смерть своих родных во время погромов, еврейская молодежь пошла в революцию и сыграла в ней очень большую значительную роль. Вот поэтому надо сказать, что вот этот человек, Феликс Юсупов, так же как его родители, симпатичные в целом люди, я вам скажу. Вот тем не менее, и мне, мне в общем симпатичны эти люди. Это люди по основным своим поступкам ответственные за Россию, благородные, если они ошибались, что они ошибались из патриотических соображений, я имею в виду в том числе и убийство Распутина, о чем мы сейчас поговорим. Но вот это у них было, и это нельзя вывести за скобки. Я это вам сейчас объясняю, что это не просто Юсупы, вы этим страдали, этим страдала вся русская знать. Я это объясняю, не прощаю, но кто я такой с другой стороны, чтобы прощать, не прощать, сто лет спустя. Просто вот обращаю внимание на то, что это имело место. Так вот, к Распутину. Юсуповы были среди лидеров так называемой русской партии при дворе, которые во время Первой мировой войны считали, что война должна идти до победного конца, которые считали, что воздействие Распутина на царскую семью имеет пронемецкий, в том числе, то есть антипатриотический характер. Они считали, что это развращает семью, снижает рейтинг монархии и монарха в глазах общества и страны и таким образом подрывает основы государственности. Вот основа их претензии к царю и царице по поводу Распутина. Вот основы ненависти в семейство Юсуповых к Распутину. Ничего личного, что называется, абсолютно. Были разговоры, были разговоры, в частности, и старшего Феликса с Феликса Феликсовича, графа Сумарокова и Эльстона, с царем, когда царь выслушал от своего генерала очень жесткие слова. Ваше Величество, говорил ему Феликс старший, Феликс Феликсович Сумароков и Эльстон, скажу вам, не обращайте внимания на капризы и истерики Ее Величества и отвергните от себя Распутина, приносящего вам и вашей семье страшный вред. Пребывание его во дворце гибельно для вас. Что же касается его святости, то это чистейший вздор. Реакция от государя не последовала. Государь поцеловал своего генерала и сказал, что его ждет царица. Царицей разговор был холодный. Вообще, царица чаще принимала решения, чем царь, но это другой вопрос. Они действовали вместе. Вообще, вся история, связанная с Распутиным, это история об окукливании царской семьи. Под семью я имею ввиду царя и царицу. Их отделение не только от страны, я бы сказал, не только от общества, но и от своего ближайшего окружения. От русской знати, которая в основном придерживалась другой позиции, нежели они в отношении Распутина, другой позиции, нежели они по части многих других проблем, и они как бы отделились не только, повторяю, от страны, они отделились от тех, с кем делили все, так сказать, тяготы управления страной, начиная с Екатерины, а то из Петра Первого. Они поставили себя отдельно от них, они потеряли популярность в своей среде, в своей элите, в верхушке своего правящего класса, и это в значительной степени предопределило их падение, потому что мы уже говорили с вами, еще, наверное, будем говорить, когда будем обсуждать другие исторические портреты, что царь отрекся от престола не под давлением народных масс, а под давлением высшей знати, под давлением своего генералитета, прежде всего. А генералитет придерживался как раз той же позиции, которую придерживались и придерживалась семья князей Исуповых, на самом деле. Убийство было задумано давно, Фериксом, осуществлено очень, я бы сказал, брутально в компании нескольких единомышленников, в том числе один из лидеров русского черносотенства, один из лидеров русских националистов, депутат Государственной Думы Владимир Пуришкевич, великий князь, приятель, близкий приятель Юсупова Дмитрий Павлович, доктор Лазаверт, еще пара-тройка человек, они пригласили, пользуясь склонностью Распутина к прекрасному полу, они его подманили на красоту Ирины Александровны, жены Феликса, с которой Распутин желал, ну, скажем так, провести вечер, показать ему драгоценности своей матушке, обещал Феликс, они пригласили его во дворец, во дворец на мойке, и там пытались отравить, известная вся коллизия, которая описана во многих произведениях и в кино, я не буду сейчас тратить время на это, вы можете почитать, посмотреть, пытались отравить, он не отравился, не хотели стрелять, поскольку напротив дворца Юсуповых на мойке находилось 61-е отделение полиции, знаменитой тогда в Питере, и боялись, что полиция услышит звуки выстрелов, но пришлось стрелять, и в конце концов, значит, старца Распутина убили, и сделал это, сделал это как раз Феликс Юсупов, это стало скоро известно, ему этого не простила государыня императрица, которая настаивала на его казни, царь не решился своего родственника и одного из лидеров русской знати казнить, он его сослал в свое, сослал его в собственное имение, этим он спас Юсупова, вообще вот ссылка Юсупова и его приятеля, великого князя Дмитрия Павловича, после убийства Распутина, спасла этих молодых русских аристократов, в противном случае, по всей видимости, они были бы казнены вместе с остальными великими князями в 18-м году, а так через Крым они уехали за границу. Хвалила Юсупова Елизавета Федовна, сестра императрицы, говорила, что у вас не было другого выхода, вы поступили абсолютно правильно, я на вашей стороне, щадить его, не щадить России. Вообще, вот эта ситуация с убийством Распутина, я скажу еще одну, расскажу вам еще одну деталь, что имелось в виду конкретно, когда они его убивали, имелось в виду конкретно следующее, и об этом рассказывает сам Юсупов, если убиваем Распутина, я пересказываю близко к тексту его слова, если убиваем Распутина, императрица оказывается в сумасшедшем доме, потому что она этого не выдержит, царь оказывается один и начинает править по-царски, им не нравилось то, что царь под каблуком у императрицы, они считали императрицу вредно воздействующей на царя, считали, что нужно отделить ее от него, и вот если она после убийства Распутина окажется в дурдоме, то, в общем, он будет нормально править. Наивно, да бог его знает, может быть, и не так уж наивно, потому что у царицы была довольно, так сказать, тонкая нервная организация, тонкое психическое устройство, она была действительно привязана к старцу, назовем его так, Распутину, поскольку он оказывал благотворное влияние на состояние здоровья ее сына, и она могла действительно и не перенести этого. Жестоко, да, жестоко, но в основе желания убить Распутина, в основе покушения успешного на Распутина лежало именно намерение помочь стране. Они исходили из исключительно благородных патриотических мотивов. К чему привело убийство Распутина? Ни к чему не привело. Он был убит в декабре 16-го, а в феврале 17-го был уже февраль. Значит, февраль уже, как не месяц, а как события исторические, революция, и царь ушел в отставку. Я думаю, что был бы Распутина жив, не было, не было Распутина, как это было в истории, все равно бы царь ушел в отставку. В любом случае, это событие было запоздалым, его убийство. Может быть, если бы оно совершено было раньше, оно как-то повлияло бы в ту или иную сторону на российскую историю, а так не повлияло ни в какую совершенно, на мой взгляд. Но осталось, тем не менее, очень ярким событием, а князь Юсупов оказался популярнейшим человеком среди патриотически настроенной части русского общества, среди дворянства, среди офицерства. Не случайно ему, он говорит о том, что ему предложили корону, это вызывает доверие, потому что, я повторяю, более популярного русского аристократа, чем князь Юсупов в то время, просто не было в России, могли предложить. Он оказался популярнейшим, хотя он не принимал участие в гражданской войне, в белом добровольческом движении, он оказался популярнейшим русским аристократом и за рубежом в эмиграции, куда он вскоре попал, о чем мы с вами поговорим в оставшейся части нашей программы. Не уходите далеко от ваших приемников. Мы говорим о князе Феликсе Феликсовиче Юсупове. История в лицах. История в лицах, дорогие друзья, у нас еще осталось несколько упоительных, совершенно умопомрачительных минут нашего с вами личного общения. Мы обсуждаем кандидатуру князя Феликса Феликсовича Юсупова, убийцы Распутина, русского аристократа, человека, который, может быть, как мало кто другой, олицетворяет лучшие и, может быть, и не лучшие черты представители русской знати при последнем русском царе в последний период существования Российской империи. Мы говорили о том, что он после убийства Распутина был сослан в свое имение царем, в имение Ракитное. Это позволило в Курской области, что позволило ему выжить, как впоследствии оказалось. И он потом из Крыма вместе с своей семьей, с женой, с родителями, Зинаидой Николаевной и Феликсом Феликсовичем Старшим на британском крейсере Мальборо отбыл в Константинополь. Я задал вам вопрос, исходя из того, что по словам Феликса ему предлагали русскую корону после убийства Распутина, приняла бы Россия Феликса Юсупова в качестве русского царя? Если да, приняла бы, то 8 800 700 ровно 93 51, если не приняла бы, то 8 800 700 ровно 93 52. Мы химики в шутку называем цианистой калий реактивом князя Юсупова, пишет мне Алекс. Ну да. Итак, в эмиграции. Вы знаете, в эмиграции всем было тяжело, потому что все, чем они были славны, богаты, сильны в России, остались за плечами, остались на далекой родине. Очень хорошо, сильно проявляли себя женщины, представительницы русской знати, все эти великие и невеликие княжны, закончившие там разные курсы, которые оказались очень приспособлены. Мужчины оказались менее приспособлены, но тоже по-разному. Юсуповы вывезли часть драгоценностей, большая часть погибла, ну, естественно, земельная вся собственность, основная часть богатств осталась в России, но большая часть драгоценностей тоже. В Юсуповском доме в Москве он спрятал, Феликс, часть своих драгоценностей под лестницей, запытали страшно потом большевики его слугу, который участвовал в этом захоронении драгоценностей, он не сказал им, не сказал им, где они его убили, но драгоценности нашли случайно в середине 20-х годов, через несколько лет, когда ремонтировали дом, и они пропали. А часть он вывез с собой и родители. Родители поселились в Риме, а Ферикс с женой великой княжной племянницы царя Ирины Александровны поехали в Париж, в любимый город Фериксу Юсупову, поселились там. Продавали драгоценности, они открыли модное ателье, такое, такое, некое предприятие было, где часть женщин, представительность русской знати, в том числе сама Ирина Александровна, красавица, выступали в качестве моделей. Это давало деньги. Денег он не считал, Феликс, никогда. Мать была более рациональна, а он денег никогда не считал, он жил, даже будучи не очень богатым, он жил как очень богатый русский барин. Он содержал каких-то прихлебателей, каких-то друзей, он вместе с ними путешествовал, все жили на его деньги, он давал взаймы, при этом не ожидая отдачи. Вот такой человек. В конце концов, конечно, он прогорел, он понял, что он не про деньги, совсем он прогорел, плюс к этому, конечно, у него всегда был такой комплекс, хотя он был князь Феликс Юсупов, но он был желательно великой княжне, племяннице царя. У него был комплекс человека, который должен обеспечить своей жене привычное ей существование. Он не мог этого сделать практически, потому что изменилась сама жизнь, но он всегда чувствовал, всегда знал, что он не может заставить Ирину Александровну там идти мыть полы, условно говоря. Он должен помнить о том, что она царская родственница. Он должен обеспечить ей какой-то уровень жизни, и он пытался обеспечить, как мог. Это тоже затрудняло его жизнь, потому что такое вот рыцарское, правильное на самом деле, рыцарское представление о своем долге, оно затрудняло его существование. Тем не менее, так или иначе, он жил, прожил долгую жизнь, он умер в Париже, он похоронен на Сен-Женевье в Дебуа, жизнь была интересной, он дружил с замечательными людьми, он дружил с Дягилевым, он дружил с Лифарем, потрясающими представителями русского искусства, он дружил с Вертинским, я вам прочитаю, что Вертинский пишет о нем, он пишет, что Юсупов очень приятно пел, аккомпанируя себе на рояле, и однажды он сказал мне, вы знаете, милый, если бы можно было тихо и незаметно в простом крестьянском платье пробраться в Россию и жить где-нибудь в деревне, никому неизвестным жителям, какое бы это было счастье, какая радость, может быть, это было кокетство, может быть, нет. 25% дорогие друзья считают, что Россия приняла бы Юсупова в качестве царя, 75% считают, что не приняла. Это был Феликс Юсупов в рассказе Николая Сванидзе. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok